Секреты путешествий во времени привлекали ученых и писателей на протяжении многих столетий. Первые попытки осмыслить и реализовать эту идею пришли к нам из древности. В Древнем Египте, например, существовали мифы о божественных существах, которые могли перемещаться между мирами и временем. Однако серьезные попытки понять природу времени и возможность его манипуляции начались в Средневековье, когда альхимики искали философский камень, способный не только превращать металлы, но и даровать бессмертие. С переходом к новому времени в XVI веке идеи перемещения во времени начали набирать популярность в литературе. В произведениях таких, как «Утопия» Томаса Мора и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле «Время» описывается как что-то, что может быть управляемо или искажено. Эти произведения вдохновили многих мыслителей, но реальные эксперименты оставались лишь в воображении писателей. К XVIII веку появляются новые идеи о времени, и среди них выделяется концепция относительности. Исследования Исаака Ньютона открыли новые горизонты для понимания временных процессов. Однако настоящая революция в осмыслении времени произошла с теорией относительности Альберта Эйнштейна в начале XX века. Эйнштейн показал, что время не является постоянной величиной и может изменяться в зависимости от скорости движения объекта. Эта концепция стала основой для последующих исследований. Стоит отметить, что идеи о перемещении во времени начали принимать более научный характер в XX веке. В середине столетия, в 1940-х годах, несколько ученых начали проводить эксперименты с использованием теории относительности. Специально построенные машины, такие как день и ночь, позволяли наблюдать временные искажения. Эти эксперименты представили новые способы понимания времени и его структуры, однако результаты были все еще далеки от реального перемещения. В 1960-х годах ученые начали использовать квантовую механику для дальнейших исследований. Это открытие привело к созданию концепции о черных дырах и кротовых норах. Некоторые теоретики предположили, что эти аномалии могут служить порталами для перемещения во времени. В то время как самые смелые идеи о путешествиях во времени оставались в области теории, некоторые ученые начали разрабатывать практические методы для их изучения. Тем не менее, самой интригующей попыткой перемещения во времени была работа, проведенная в 1981 году, когда известный физик Кип Торн предложил использовать черные дыры и их свойства для изучения временных парадоксов. Его концепция о временных петлях привлекла внимание как научного сообщества, так и публики, вдохновив множество художественных произведений. Несмотря на все эти попытки, реальные достижения в области перемещения во времени оставались лишь мечтой. Ученые все еще столкнулись с множеством парадоксов, таких как парадокс дедушки, который ставит под сомнение возможность встречи с самим собой в прошлом. Эти теоретические преграды не остановили стремление исследователей, и с каждым годом появляются новые идеи, основанные на последних достижениях в области физики. Интересно, что в конце 20 века начались эксперименты с использованием высоких энергий и ускорителей частиц, что дало возможность некоторым ученым утверждать, что временные путешествия могут стать реальностью в будущем. С каждым новым исследованием границы между фантастикой и реальностью становятся все более размытыми. Таким образом, исторические попытки перемещения во времени — это путь, полон смелых идей, теорий и экспериментов. Они проложили путь к современным научным исследованиям и открыли двери для дальнейшего изучения этой загадочной темы. Как же далеко продвинулись ученые с тех пор? Об этом мы поговорим, когда перейдем к современным теориям о времени и парадоксах, которые продолжают вызывать споры и дискуссии в научном мире. С переходом к XX веку концепция времени претерпела значительные изменения благодаря достижениям в области физики. Исследования Исаака Ньютона, которые основывались на представлении времени как абсолютной величины, постепенно уступили место революционным идеям Альберта Эйнштейна. Его теория относительности, представленная в 1905 году, показала, что время не является фиксированной величиной и может варьироваться в зависимости от скорости движения наблюдателя. Этот поворот в научном мышлении открыл новые горизонты для понимания временных процессов. С тех пор время стало рассматриваться как динамическое явление, зависящее от пространства и скорости. Эйнштейн предложил мысль о том, что время — это не просто линейная последовательность событий, а часть единого континуума, связанного с пространством. Этот подход повлиял на дальнейшее его исследование и стало основой для изучения парадоксов, связанных с перемещением во времени. Одним из самых известных является парадокс дедушки, который ставит под сомнение возможность изменения прошлого, если путешественник во времени встретит своего предка и помешает его существованию. С начала XX века ученые начали активно изучать парадоксальные ситуации, возникающие из-за теории относительности. В это время появляются новые теоретические модели, такие как временные петли, которые описывают возможность перемещения между различными временными линиями. Идея о том, что путешествующие во времени могут изменить события в прошлом, стала предметом обсуждения среди физиков. Однако, несмотря на теоретические изыскания, практические эксперименты оставались редкостью. В середине XX века началось использование квантовой механики, что привело к разработке концепции черных дыр и кротовых нор. Физики, такие как Стивен Хокинг, начали исследовать свойства черных дыр, задаваясь вопросом, могут ли они служить своеобразными портальными проходами во времени. Исследования показали, что вблизи черных дыр время ведет себя иначе, создавая уникальные условия, которые могли бы теоретически позволить путешествия во времени. Однако эти идеи оставались в области теории. К концу XX века Кип Торн, известный физик-теоретик, предложил использовать свойства черных дыр для изучения временных аномалий. Его концепция о временных петлях открыла новые перспективы для исследований, хотя оставалась под вопросом. В этот период также стали популярны теории о том, что перемещение во времени может быть возможно через манипуляцию с пространственно-временным континуумом, используя высокие энергетические технологии. Тем не менее, парадоксы, такие как парадокс дедушки, оставались серьезным препятствием для практических применения идей о временных путешествиях. Вопрос о том, возможно ли изменить прошлое без разрушения временной линии, остается открытым. Споры о том, как время связано с пространством и какими могут быть последствия путешествий во времени, продолжают вызывать бурные дискуссии среди ученых. В течение последних десятилетий появились новые подходы к изучению времени. Ученые начали рассматривать время не как прямую линию, а как многомерное явление, состоящее из различных временных слоев. Некоторые теоретики предложили, что время может быть составной частью квантовых процессов, что открывает возможность для создания новых теорий о перемещении во времени. Таким образом, идеи о временных путешествиях все еще находятся на стадии исследований и обсуждений, а новые эксперименты и теории продолжают развиваться. С каждым новым открытием границы понимания времени и его возможностей становятся все более размытыми. Физики активно экспериментируют с высокими энергиями и изучают влияние этих воздействий на временные процессы. Ученые все еще находятся на пути к раскрытию секретов времени, и каждая новая идея, каждая новая теория может в корне изменить наши представления о времени и пространстве. Таким образом, парадоксы и теории, возникшие на основе научных исследований, продолжают оставаться интригующей частью дискуссий о времени и его природе. Как новые открытия повлияют на будущее путешествий во времени? Ответы на этот вопрос могут быть найдены в современных экспериментах, которые продолжают ставить под сомнение наше понимание времени и его манипуляции. Переходя к следующим достижениям в этой увлекательной области, мы увидим, какие реальные эксперименты проводятся сегодня и какие результаты они могут принести. Современные эксперименты, направленные на изучение возможностей путешествий во времени, стали значимой вехой в научных исследованиях. С начала 21 века ученые по всему миру начали использовать передовые технологии и открытия, чтобы приблизиться к разгадке тайны времени. Одним из первых прорывов стало изучение свойств черных дыр. Исследования показали, что время вблизи этих космических объектов может замедляться, а это открывает двери для теоретического перемещения во времени. В 1990-х годах группа физиков под руководством Кипа Торна разработала концепцию временных петель, основанную на общей теории относительности. Они предложили, что если бы удалось создать кротовую нору, соединяющую различные точки во времени и пространстве, это могло бы служить своего рода порталом для временных путешествий. Эти идеи стали основой для многих последующих исследований, направленных на создание доступных моделей временных переходов. В начале 2000-х годов несколько исследовательских групп начали проводить эксперименты с использованием квантовой механики и теории относительности для создания условий, способствующих временным искажениям. Например, в 2000-м году группа ученых из Университета штата Мичиган провела эксперимент с ионами, которые были помещены в магнитное поле. В процессе эксперимента они смогли наблюдать проявление временных искажений, что привлекло внимание научного сообщества и дало новый импульс для дальнейших исследований. В 2006-м году исследователи из Университета Брауна начали эксперименты с использованием лазеров и атомов, создавая условия, близкие к тем, что происходит вблизи черных дыр. Их работа показала, что при определенных условиях можно наблюдать необычные временные эффекты, однако эти результаты все еще требовали дальнейшей проверки и подтверждения. Тем не менее, этот опыт продемонстрировал, что временные аномалии могут быть частью нашего физического мира. К 2015-му году группа физиков в Европе работала над проектом, связанным с изучением червоточин. Используя мощные лазеры и высокочастотные волны, они пытались создать искусственные условия, в которых могли бы возникнуть временные искажения. Эти эксперименты стали поводом для обсуждения о возможностях перемещения во времени и о том, как это может повлиять на понимание самого времени. В этом контексте нельзя не упомянуть о крупных проектах, таких как Большой Адронный Коллайдер. Этот мощный ускоритель частиц, расположенный на границе Франции и Швейцарии, был создан для изучения фундаментальных свойств материи. В процессе экспериментов ученые наблюдают за столкновениями частиц при невероятно высоких энергиях, что может привести к открытию новых свойств времени. Несмотря на то, что эти исследования касаются в первую очередь микромира, их результаты могут оказать влияние на более широкие идеи о временных перемещениях. В 2018 году исследование, проведенное с использованием квантовых компьютеров, также дало новые перспективы для изучения времени. Ученые смогли симулировать временные модели, которые показывали, как различные временные линии могут взаимодействовать друг с другом. Эти эксперименты откроют новые горизонты в понимании природы времени и его возможных манипуляций. Научные достижения в области временных исследований также привели к появлению нового направления — квантовой гравитации. Эта теория объединяет квантовую механику и общую теорию относительности, предоставляя основу для понимания временных структур в масштабах Вселенной. Ученые из разных уголков мира работают над созданием математических моделей, которые могли бы объяснить, как время и пространство взаимодействуют на глубоком уровне. Несмотря на множество достижений, проблемы и парадоксы, связанные с перемещением во времени, продолжают вызывать споры и дискуссии в научном сообществе. Параллельно с теоретическими изысканиями проводятся практические эксперименты, которые позволяют изучать временные аномалии, возникающие в результате воздействия высоких энергий на материю. Эти исследования поднимают важные вопросы о том, как манипуляция временем может повлиять на наше восприятие реальности. Современные эксперименты с временем и пространством показывают, что наука движется вперед, приближаясь к разгадке сложных загадок. Каждое новое открытие открывает новые вопросы и возможности, которые ранее казались недостижимыми. Также появляются новые технологии и методы исследования, которые могут изменить наше понимание времени и его возможностей. Научные эксперименты продолжают расширять границы человеческого понимания, и, возможно, в ближайшем будущем мы увидим реальные достижения в области временных путешествий. Как будут развиваться эти захватывающие исследования? Ответы могут теоретически скрываться в следующих открытиях, которые еще только предстоит сделать, и, возможно, они приведут нас к новым измерениям времени. Необъяснимые случаи и свидетельства о временных путешествиях вызывают живой интерес и порождают множество вопросов. Существует множество рассказов о людях, которые, казалось бы, оказались в другом времени, и эти истории часто не имеют логических объяснений. Одним из наиболее известных случаев является история, произошедшая в 1942 году, когда на железнодорожной станции в городке Сент-Луис, штат Миссури, женщина по имени Эдит Уилсон утверждала, что проснулась в незнакомом месте. Она описала детали, которые не могли принадлежать ее времени. Машины с необычными формами, люди в странной одежде и даже технологии, о которых тогда никто не мог и мечтать. Эдит пыталась объяснить, как она попала туда, но никто не смог дать ей ответ, оставляя ее историю в области необъяснимого. Еще один удивительный случай произошел в 1963 году в Соединенных Штатах, когда некий Джон Тейлор начал рассказывать о своих странных снах. Он утверждал, что во сне путешествовал в будущее, где увидел, как мир изменился благодаря технологиям. Его описания совпадали с реальными событиями, которые произошли через несколько десятилетий. Например, он предсказал появление смартфонов и технологий виртуальной реальности. Когда его рассказы стали известны, внимание к его истории возросло, и многие начали задаваться вопросом, не является ли это доказательством временных путешествий. В 1981 году в Великобритании произошла еще одна странная история. Группа друзей решила провести уикенд в одном из старинных замков на севере страны. Во время осмотра замка один из участников группы по имени Дэвид заявил, что чувствует себя так, будто вернулся в прошлое. Он описал, как видел людей, одетых в старинные костюмы, и слышал звуки, которые не могли принадлежать его времени. Все это происходило в тот момент, когда в замке не было никаких реквизитов или выступлений, и участники группы только смеялись над его словами. Однако, когда они начали исследовать замок, они нашли дневник, который документировал события, о которых говорил Дэвид, оставляя всех в замешательстве. Существует также ряд свидетельств людей, которые утверждают, что они сталкивались с перекрестками времени. Эти случаи описывают, как, находясь в одном месте, люди внезапно оказывались в другом времени и пространстве. Один из таких инцидентов произошел в 1990-х годах в Японии. Местный житель, проходя мимо старинного храма, заметил, что в его окнах стали появляться образы людей в традиционной одежде. Он пытался приблизиться, но вдруг оказался в том же самом месте, однако в совершенно другом времени, с древними улицами и лошадьми, идущими по дороге. Этот опыт оставил его в полном шоке, и он не мог объяснить, как это произошло. Среди таких свидетельств есть и истории, связанные с путешествиями во времени через сны. Люди, которые утверждают, что видели свои сны как временные путешествия, делятся опытом, который оставляет их в недоумении. Один из таких случаев описан в книге, изданной в 1996 году, где автор утверждает, что во сне он побывал в будущем и увидел последствия глобального потепления. Когда он проснулся, он записал все детали, которые позже подтвердились, когда эти события стали реальностью. Удивительно, но многие такие случаи вызывают неподдельные эмоции, поскольку люди начинают задумываться о том, что время действительно может быть более сложным, чем мы привыкли думать. Некоторые исследователи пытались собрать такие свидетельства и проанализировать их. В начале 2000-х годов появились проекты, направленные на изучение необъяснимых случаев временных путешествий. Ученые собирают истории, чтобы попытаться найти общие элементы, которые могли бы помочь объяснить подобные явления. Однако, насколько бы ни были убедительными рассказы, большинство из них остаются загадками, и ни одно из этих свидетельств не было научно подтверждено. Истории о временных путешествиях и необъяснимых явлениях продолжают привлекать внимание не только ученых, но и обычных людей. Эти случаи заставляют нас задуматься о том, что может скрываться за гранью привычного. Возможно, время не так линейно, как кажется, и существуют вещи, которые мы еще не можем объяснить. Интересно, как же произойдут дальнейшие исследования этой темы? Возможно, в ближайшем будущем мы увидим новые подходы к изучению времени, которые, наконец, раскроют секреты, скрытые от нас. Как будут развиваться эти исследования в мире высокой науки? Время покажет. Будущее временных путешествий выглядит многообещающим и загадочным. С каждым новым исследованием границы между фантастикой и реальностью становятся все более размытыми. Ученые всего мира стремятся разгадать тайны времени, и в их арсенале передовые технологии и революционные идеи. Одним из направлений, которое привлекает особое внимание, является возможность создания кротовых нор. Эти гипотетические структуры могут соединять разные точки в пространственно-временном континууме, что теоретически открывает путь для временных путешествий. Исследования в области черных дыр продолжают развиваться, и физики продолжают анализировать свойства этих мощных объектов. С начала 21 века с возрастающей мощностью вычислительных систем и доступностью квантовых технологий ученые начали проводить эксперименты, которые обсуждали возможность манипуляции временем. Так, исследования, проведенные в 2000 году, показали, что при определенных условиях можно наблюдать временные искажения. Сотрудники Университета штата Мичиган работали с ионами, помещенными в магнитное поле, смогли зарегистрировать неожиданные временные эффекты. Эти результаты вызвали интерес среди научного сообщества и воодушевили на дальнейшие эксперименты. В 2006 году группа ученых из Университета Браун применила лазеры для создания условий, близких к тем, что наблюдаются вблизи черных дыр. Совершенные ими эксперименты показали, что при определенных условиях можно наблюдать уникальные временные эффекты, которые не укладываются в традиционное понимание времени. Результаты этих исследований были обнадеживающими и продемонстрировали, что временные аномалии могут быть частью нашего физического мира. К 2015 году группа физиков в Европе начала проект, связанный с созданием искусственных условий для возникновения кротовых нор. Используя мощные лазеры и высокочастотные волны, они стремились создать временные искажения и изучить их характеристики. Эти эксперименты поднимали важные вопросы о возможности временных путешествий и о том, как это может повлиять на наше понимание времени. Не менее значимым стал проект «Большой адронный коллайдер», который, хотя и сосредоточен на изучении субатомных частиц, также имеет потенциал для раскрытия тайн времени. Столкновения частиц при невероятно высоких энергиях могут приводить к обнаружению новых свойств материи и времени. Эти исследования, хотя и касаются в основном микромира, могут оказать влияние на более широкие идеи о временных перемещениях. Куда более интригующим стал эксперимент, проведенный в 2018 году с использованием квантовых компьютеров. Ученые смогли смоделировать временные линии и исследовать их взаимодействие. Эти симуляции открыли новые горизонты для понимания природы времени и его возможностей, и результаты экспериментов могут иметь далеко идущие последствия для будущих исследований. Среди научных достижений нельзя не упомянуть и квантовую гравитацию, новое направление, которое объединяет квантовую механику и общую теорию относительности. Ученые работают над математическими моделями, которые могли бы объяснить, как время и пространство взаимодействуют на глубоком уровне. Эти исследования предоставляют основу для понимания временных структур в масштабах Вселенной и могут привести к новым возможностям перемещения во времени. Однако, несмотря на все эти достижения, существуют и серьезные парадоксы, которые продолжают вызывать дискуссии среди ученых. Параллельно с теоретическими изысканиями проводятся практические эксперименты. Они позволяют изучать временные аномалии, возникающие в результате воздействия высоких энергий на материю. Эти исследования открывают важные вопросы о том, как манипуляция временем может повлиять на наше восприятие реальности. Будущее временных путешествий может быть не таким уж далеким, как кажется. Каждая новая идея, каждое новое открытие приближает нас к разгадке сложных загадок времени. Возможности временных перемещений становятся более реальными с каждым шагом в науке. Исследования в этой области продолжают расширяться, и мы наблюдаем, как наука движется вперед, открывая новые горизонты. Вскоре могут появиться технологии, которые помогут нам лучше понять природу времени. Научные эксперименты продолжают расширять границы нашего понимания, и это, безусловно, захватывающая эпоха для физики. Как будут развиваться эти исследования? Какие открытия нас ждут? Время покажет, но одно ясно. Будущее временных путешествий ждет своего часа. Остается только надеяться, что вскоре мы получим новые ответы на вопросы, которые занимают умы ученых и любителей научной фантастики на протяжении веков. Каждое новое открытие не только расширяет наши знания, но и заставляет задуматься о том, что может скрываться за гранью привычного. Продолжение следует...